МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... 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 в таком состоянии, и вот как раз-таки мера финансового оздоровления помогает нам и этим компаниям продолжить свою деятельность. Я в своем докладе говорил о том, что именно меры финансового оздоровления, они помогли как раз-таки сохранить порядка где-то около 25 тысяч рабочих мест. Сейчас ведется соответствующая работа. Банкротство – это не только задача Министерства сельского хозяйства, естественно, что в первую очередь это должны будут заниматься финансовые институты там, где они занимали деньги, естественно. Совместно с финансовыми институтами, местными органами власти и министерством мы сегодня работаем по программе финансового оздоровления таких организаций, как я уже говорил, ТО «Алиби», там где-то порядка 25 компаний внутри входят. Часть из них сегодня получает возможность участвовать в программе финансового оздоровления и, соответственно, продолжить свою работу. Это очень важно, поскольку основная масса пассивных площадей как раз-таки находится вот у этих крупных агроформирований. Поэтому для нас этот вопрос является актуальным, и мы должны подходить к нему очень аккуратно и взвешенно. То есть в каждом случае есть индивидуальный подход. Самое главное – сохранить боеспособность, ну, скажем так, работоспособность этих предприятий, сохранить людей, и чтобы, например, вот в этом году пассивная не сорвалась. Поэтому, то есть работа в этом направлении продолжается. В том числе, вот я перечислял тот же холдинг Иволга, большие площади, там масса предприятий находится. Все-таки по стране вот сколько примерно, ну, хотя бы примерно количество таких предприятий, которые пусть не банк, ну, которые министерство будет сохранять? Сегодня мы рассматриваем из крупных вот агрохолдингов формирование порядка где-то около пяти, которым могут быть применены эти меры, вот эта форма ведения хозяйства. Что касается средних и мелких, то здесь я вам сейчас эту информацию точно не могу сказать, потому что работу мы ведем как совместно с финансовыми институтами, так и с местными исполнительными органами. Но смею заверить, что работа – это идет она. И в частности, как я уже сказал, что эта программа как раз-таки ориентирована во многом с тем, чтобы помочь оздоровить эти предприятия. Пожалуйста, уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Пожалуйста, представьтесь, какую СМИ вы представляете. Телеканал «Астана», Ерлан Сесенов. В середине февраля Миннациэкономики заявляла, что рассчитывает до конца марта завершить переговоры с российской стороной о взаимной торговле, именно о временном запрете товаров, продукции в области машиностроения, продуктов питания, включительно сельского хозяйства. Как идут эти переговоры? Есть подвижки? Россия вообще, Москва готова идти на уступки? Я, честно говоря, не слышал, чтобы Министерство экономики рассматривало конкретно вопросы возможности запрета ввоза тех или иных товаров. Такого, то есть прямого указания не было, и прямых таких переговоров не велось. Мы сейчас, Министерство индустрии и развития и Министерство сельского хозяйства, каждая по своему направлению ведет соответствующую работу со своими российскими коллегами по вопросу составления балансов. То есть балансов взаимного товарооборота, то есть что мы поставляем, что они поставляют, какая продукция. Это действительно так и есть, то есть не секрет, что наши сельхозтоваропроизводители многие как раз таки несут наибольший урон в связи с диспаритетом курса российского рубля. И переговоры у нас состоялось уже два раунда. Буквально вот на днях должна будет приехать еще раз делегация с России, с Министерства сельского хозяйства, на которой мы продолжим эти переговоры. То есть мы хотим зафиксировать уровень баланса, то есть товарооборот наш, хотим зафиксировать на уровне 2013-2014 года с тем, чтобы дать возможность нашим предприятиям продолжать работать в том режиме, в котором они работали. Но здесь еще есть очень важный вопрос. Вы, наверное, все на прошлой неделе внимательно читали выступление нашего министра. Помимо этого еще есть ряд проблем, связанных с тем же самым фальсификатом, который появляется, не то что фальсификат, а продукцией, которая не соответствует требованиям технического регламента на полках наших магазинов. Естественно, что цена на нее ниже, и, как часто бывает, население отдает предпочтение товару, который дешевле. И поэтому хороший товар зачастую просто не уходит. Мы еще раз призываем к тому, чтобы население нашей страны повышало культуру своего питания, соответственно, например, брало то же самое молоко, которое является пастеризованным, в котором нет добавок, которое хранится там 5-6 дней или сколько, малый срок хранения, но является полезным и здоровым. Да, оно будет чуть дороже, нежели чем молоко, сделанное из концентрата, но оно полезнее и оно лучше. То есть вот и так можно идти по всей группе товаров, там, начиная от сливочного масла, заканчивая там кондитерскими изделиями. То есть переговоры соответствующие ведутся, в них принимают участие помимо… Мы слушаем мнение всех наших отраслевых ассоциаций, воспринимаем, и переговоры ведутся. И думаем, что в ближайшее время мы достигнем какого-то консенсуса. Пожалуйста, уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Да. Оил Ньюс. Благодарю. Сообщалось, что за два месяца с Российской Федерации было заведено 500 тысяч тонн пшеницы. Если можно, то какого она была качества, есть ли цифры, будут ли еще завозиться, и в преддверии пассивной будут ли закупаться удешевленные зерновые культуры для пассивных работ в Российской Федерации? Благодарю. Данный вопрос вообще больше относится к моему коллеге, который будет выступать скоро здесь, Умаров Сапархан Кисипаевич, он вице-министр, отвечает за растениеводство и курирует как раз-таки проткорпорацию. Действительно так, что с Россией завозилось зерно, но я хочу сказать, что это частные компании, пользуясь падением курса, так же, как ездили же все за машинами, за теми или иными продуктами, в северных областях российских вывозили оттуда зерно. Категории зерна там были, я не могу вам сказать точно, что конкретно было, это объем, по разным данным оценивается, вы говорите, вот 500 тысяч, в Москве, когда я был, мой коллега, заместитель министра сельского хозяйства России заявил, что 2 миллиона тонн, что, по его мнению, казахстанские фермеры, то есть зерновые компании оставили Новосибирскую область, вывезли оттуда все зерно со складов. Это будет одна из тем наших переговоров, вот сейчас я говорил, что российская делегация приезжает, ну, мы считаем здесь, да, ничего такого нету, потому что, вспомните, буквально год назад, 2 года назад, россияне точно так же вывозили зерно от нас, вывозили картофель, то есть в рамках Евразийского экономического союза сейчас, наверное, это вполне объяснимая вещь, вопрос в том, что ввести постоянные переговоры можно и как-то эти вещи регулировать. Если вопросов нет, в таком случае мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо всем за участие, за предоставленную информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова